С подключением, мизерней. В последние годы мы действительно вплотную подошли к эфемерному употреблению информации. Когда мы смотрим видео или читаем текст, он существует в тысячах телефонов. Но пролистни ленту дальше, и он уже исчез в неизвестно куда, в какое-нибудь облако. Помимо этого, в цифровом мире информацию можно еще и отредактировать. Вчера тут было одно, сегодня уже другое. Никаких следов, никаких плашек редакции, так что фраза «интернет» никогда не забывает, как минимум не точная. Именно поэтому появились дата-хордеры, активисты-архиваторы, целое цифровое движение, главная цель которого — сохранить нашу с вами цифровую историю, какой бы сомнительной она ни казалась. Каждое поколение любит критиковать новое за то, что оно отличается от предыдущего. Сейчас больше всего критике достается способ употребления информации. Ты больше не приобретаешь физическую копию с интересующим тебя контентом. Тебе дают его на время, причем не особо интересуешься своим вкусом. Игры, купленные онлайн, на самом деле тебе всего лишь дают на прокат. Это четко прописано в договоре со Стимом. А стриминги с кино и музыкой вообще разрешают только поддержаться за контент. В любой момент они могут его отобрать или вообще удалить. То ли дело раньше, купил коробочку с игрой, и она твоя. Делай, что хочешь. Никаких Always Online почти на 30 гигабайт и непрочных ремастеров HD с удалением классического оригинала. Книга и фильм, вот они, пожалуйста, стоят на полочке. И делать, что хочешь. Любимым альбомом тоже можно поделиться. Оставить там детишкам, например. И именно благодаря таким вечно недовольным всему новому Брюсгам когда-то родился магазин Джоу Джи. Единственный честный покурят стрима. С него мощно как-то поднялись его создатели. Такая маленькая польская конторка. Может, когда-то осуществлялся Deep Project. То есть, по факту, Ведьмак 3 появился только потому, что у ностальгирующих старпёров бомбило от Стима. И это было бы обычным для старого и нового поколения конфликтом, если бы не одно но. Дело в том, что интернет забывает. Представь, ты захотел посмотреть старый классический выпуск своего любимого канала и не можешь его найти, потому что их снесли, по страйку лежал бы правообойдателя. Или автор в депрессии удалил весь YouTube-канал, или сайт сделал редизайн и все старые статьи потерли. Или случился какой-нибудь там Роскумнадзор внезапный. А может, закрыться целый сервис, как это было с Vine, и скоро случится с Коу. Люди годами создавали миллионы крутых, не очень, видеомемчиков и скетчей, а потом раз и все. Остались только YouTube-компиляции, сделанные обычными юзерами, типа мои любимые Vine. И вот, обратите внимание, этим юзерам было мало смотреть Vine на сайте. Они почему-то захотели забрать их любимый ролик себе домой на жесткие диски в папочку, чтобы не потерять. Это и есть DataHoarder. Те, кто увидел за красивым фасадом всю хрупкость и изменчивость интернета и не терпит мысли о том, что что-то может потеряться навсегда. DataHoarder – это такой цифровой плюшкин. Такие скачивают себе на локальный диск все, что им нравится или просто попадается. Например, большую коллекцию или сцены. Идея превратить эфемерное потребление в вещь, которую можно сохранить для себя, не новая. Например, люди начали записывать радиопередачи, как только у них появились записывающие минитофоны. В 1974 году журнал Billboard выяснил, что почти половина слушателей записывает с радио на пленку, чтобы потом переслушивать. В 1980-х появились видеомагнитофоны. И сейчас некоторые телепередачи и важные моменты в эфире часто находят лишь записи какого-нибудь чувака, который писал телек, ну просто так, чтобы было. Именно этим занималась святая покровительница всех DataHoardеров – Марио Стокс. Эта женщина 35 лет непрерывно записывала телеканалы на видеокассеты, причем все – новости, передачи рекламу, музыку, а главное – то, как медиа освещали исторические события – от заложников в Иране до распада СССР и, в общем, так далее. Одновременно у нее работало до восьми магнитофонов. Вся ее семья годами по очереди бегала менять эти кассеты. Причем Марио не была сумасшедшая. Она 20 лет работала библиотекарем, была активистом коммунистической партии внезапно. То есть, ну, под наблюдением ФБР, естественно. Вела интеллектуальное телешоу про социальную справедливость, а в 80-х годах стала ранним инвестором. Apple разбогатела и на эти деньги поддерживала свой проект. Сейчас многие вещи, которые она записала, существуют лишь на ее кассетах. Новостные станции обычно перезаписывали старые материалы новыми на пленке. В 2013 году ее сын передал 71 тысячу кассет в интернет-архиве для оцифровки, ну, и архивирования, соответственно, да? Девиз для доходеров – все, сохраняй, ничего не удаляй. Именно поэтому очень часто всякие, казавшиеся навсегда потерянными кусочки человеческой истории находятся именно у таких ребят. Мы, кстати, об этом рассказывали в выпуске «Право с медиа», но чуть-чуть еще напомним новой инфы. Новой для наших выпусков. К примеру, однажды девушка DataHorders спасла потерянную альфа-версию Майнкрафта. За долгие годы эта версия альфа-1.1.1 стала легендой у фанатов. Но оказалось, что одна девушка под ником Lanasasri успела ее скачать и благодаря своей привычке никогда ничего не удалять, нашла в бэкапах через 12 лет. DataHorders ищут, что достойного спасти от заведения в интернете. Пишут самодельные скрипты и программы, чтобы скачивать все, что может вдруг исчезнуть. Это могут быть важные YouTube-каналы, целые имидж-борды или сайт для взрослых, все инструкции к лего, например. Или архив документации к автомобильным запчастям, эмуляторы и образы картриджа для всех старых приставок. И что только еще можно скачать из интернета. Да, конечно же, коллекции всякой музыки, книги, фильмы. Если вы видели на трекерах Сидера, который годами раздает сотни фильмов в HD, то вот он, да, скорее всего, DataHorders. Большая часть вещей, о которых мы здесь сейчас с тобой говорим, написана на питончике. И неважно, хочешь ли ты архивировать весь интернет или исправиться с более повседневными задачами, потому что, зная этот язык программирования, можно нехило масштабироваться, ну или, наоборот, размасштабироваться. А в веб-приложении, сервисы, понятно, это вы уже все знаете. Также на питоне написаны многие инструменты для автоматизации, тестирования и анализа данных. Специалисты в этой области получают очень неплохие деньги, средняя заработная оплата от 150 тысяч рублей, и это не предел. При этом число вакансий продолжает расти, а вот профессионалов не хватает. Обучиться и впоследствии зарабатывать хорошие деньги можно на образовательной программе, инженер-программист Байден от Geekbrains. Большое количество положительных отзывов, пожалуйста. Они подтверждают как бы качество обучения, а по окончанию Geekbrains дают диплом государственного образца. За 12 месяцев из тебя совсем не знакомого с программированием, сделают еще очень как знакомого с программированием. Ты научишься писать сайты, приложения, телеграм-боты, нейросети, что угодно. А обучение будет занимать около всего лишь 10 часов в неделю. Нормально же, да? Уже во время обучения будешь проходить первую стажировку и решать реальные задачи, из которых соберешь портфолио для работодателя. Многие студенты устраиваются на работу еще во время обучения. Если не устроишься, никуда Geekbrains вернут тебе денежки. Сейчас действует скидка 15%. Можно оплатить в разручку в день. Цена получается дешевле чашки кофе. Переходи по ссылке в описании или используй QR-код на экране и обучись уже в престижной профессии. Конечно, у такого особенного увлечения есть и более радикальная идея. Политический их активизм. Трушные хакеры open source, борьба за свободу информации против цензуры, под взором святого кори-доктора. У большинства крупных дата-хордеров разделяют эти идеалы. Для таких активистов пиратство и антикопирайт – это не просто экономия денег, а борьба за свободу информации, свободу в значении доступности любого человека, независимо от страны, достатка, расы и государственной цензуры. Например, сразу несколько людей сохраняли все твиты, новости и видео о протестах в Гонконге. Плюс накапивали закрываемые издания. Чтобы не повторилась история в сплощаде Трэйнмен, когда компартия Китая жестко зацензурилась, не спрятила все фото и видео подавления протеста. Другие сейчас с утра до вечера фиксируют, геолоцируют и сохраняют видео и фото текущих войн и революций. Но, надеюсь, где-то еще останется статья ножа про мужские коленки на всех случаях. Но есть и коллекционеры, которые из интереса собирают и меняются сливами личной информации, паролей, копиями криминальных форумов и даркнет-сайта. Все эти пруфы могут иметь важное значение, а политикам или корпорациям сложнее переобуться и просто забыть о прошлом. О пропаганде становится все труднее спорить с огромным цифровым следом реальности. Пожалуй, самый лучший пример дата-хордерского активизма – это научные статьи и библиотека S.I.Hub. Дело в том, что в научном мире копирайт работает очень странно. Ученые не получают денег за публикацию научных статей. Наоборот, они сами платят сотни баксов за то, чтобы их статьи были доступны в удательских сетях, вроде Elsewire или Springer. Ну а те уже, понятное дело, берут хорошие денежки за подписку с университетов и частных юзеров. Для понимания, крупный американский университет платит за все свои онлайн-подписки на научные журналы в среднем 6 миллионов долларов в год. И нет, авторам статей денежные отчисления не полагаются. А все потому, что современная наука, по большому счету, это коллективный разум. Каждое исследование опирается на тысячи других. И авторитет ученого зависит от того, сколько людей ссылаются на его статьи. Можно сказать, что ученые буквально работают за просмотры лаки-репостов. По сути, ученые сами не просят, чтобы их произведения опирать. Или часто они сами втиху их выкладывают. А им на помощь приходят книжные пираты, дата-хордеры. Такие, как создатель ресурса Самхаб Александр Элбакян и Буквариор, основатель библиотеки Library Genesis. Персонажи неоднозначные, однако принесли гигантскую пользу человечеству. Ее сложно даже измерить. Реально сотни тысяч ученых, врачей, учителей и изобретателей пользуются статьями с Айхаб и участниками слепгена. И дата-хордеры это понимают. Когда в 2021 году Элбакян опять оказалась под ударом издательских сетей, в их сообществах забили тревогу. И тысячи людей через норренты скачали и раздавали у себя маленькие кусочки архива. Кто-то по десятку гигов, кто-то по несколько терабайт. Эдакий такой коллективный бэкап с миру по нитке. И, как говорится, сигнал нельзя остановить, но только если кто-то его несет. Печально, но в борьбе за свободу научных знаний погиб даже сам основатель Рейдета Аарон Суорс. Он тоже был активистом-архивистом. В 2011 году его арестовали за то, что он тайно сливал научные статьи по университетской подписке. И хотели посадить на 30 лет. И, дожидаясь приговора, Суорс совершил Роскомнадзор. 30 лет за слив статьи по подписке. При том, что в Штатах, там так же, как с инсулином с учебниками, своя жесткая мафия. За последние 40 лет цены на учебники в США выросли в 10 раз. И сейчас студенты реально подрабатывают и экономят на идее, чтобы покупать учебники за 200 баксов. Причем новые каждые семестры. Сложно предсказать, что потом станет недоступным или окажется важным. И поэтому дата-хордеры, по сути, борются с антропией, защищая продукты человеческого ума от забвения. Иногда они даже бэкапят друг друга. Например, большой архив контркультурных книг, комиксов и сайтов ДА и несколько лет назад накрылся из-за поломки в сервисах. Зато его успели забэкапить хордеры. И залили на интернет-архив в величайшую в мире независимую библиотеку. Ну, и вы наверняка знаете ее часть, которая архивирует все веб-страницы, которые называются Wayback Machine. Эта штука собирает пруфы в интернете с самого 96-го года. И часто сохраняет то, что удалили даже из кэшп и коверков. А на полной интерхив интернета как раз таки юзеры-волонтеры, тоже самые бета-хордеры. На архив.орг можно найти самую удивительную дичь. Каталог для заказа костюмов куплов с клана. Подпольный сам издат про выживание после ядерной войны. Панковские зины. Киберпанковские киберзины. Довоенные пластинки и фильмы категории B с ВХС. Игровые телешоу 80-х. И древние игры под доз для взрослых. Ммм. Красивые пиксели. Многие из этих материалов вообще никто даже не собирался сохранять в библиотеках или в архивах. Возможно интернет-архив не менее важная часть памяти человечества, чем Википедия. Кстати, офлайн Википедию можешь сам скачать. Весит всего 90 гигабайт, если без видео. А это меньше, чем Call of Duty последняя. Вот выбирай, что тебе больше надо. И чтобы вы не думали, что теряется только какой-то странный контент. Например, утеряно примерно 2 трети всех немых фильмов. В том числе штук 15 картин, на которых работал молодой Хичкок. Или вот культовый сериал «Доктор Кто». Из него потеряли примерно 6 лет. Почти 100 эпизодов. Тогда на телевидении, ну, не считали, им нужно долго хранить, потому что пленка дорого стоила. Да, дорого стоила, и на нее надо было что-то перезаписать, например, футбольчик. Главное сообщество западных дата-хордеров собредит дата-хордер на 600к человек. Тут они обсуждают, как быстрее скопировать 30 миллионов джипегов. Показывают домашние серверы на сотни терабайт и делятся лайфхаками. Например, что расковыряют внешний диск и вынут оттуда внутренний иногда дешевле, чем купить новый. А когда все говорили про первые в истории снимок черные дыры, тогда хордеры действительно возбудились. На что? На диске со снимками черной дыры. Это 5 петабайт на одной фотографии. Иногда они объединяются, чтобы спасти данные, которым грозит удаление или закрытие доступа. Они бы капили легендарный ресурс Yahoo! GeoCity с индулевых. Это как наш народ.ру. Бесплатный самодельный сайт из 90-х, если ты забыл совсем. Спасали архивы флеш-игр, однажды даже хотели забэкапить сайты целой страны. Это когда очень жестко горела Австралия. Еще важен даже не столько контент, сколько сам принцип сохранения. Одного дата-хордера чуть не засудили за то, что он выкачивал и раздавал 200 гигабайт комиксов про Дональда Дака на финском языке. А он по-фински даже не говорил. Но не все так розовое мило. В мире дата-хордеров. Ведь это хобби высшее из нервоза. Слово «хордер» по-английски означает «патологический накопитель». Такой плюшкин. Это реально психологическое расстройство. Навязчивое желание все хранить и ничего не выбрасывать без нужды. И даже иногда себе во вред. Причем копить цифровой хлам гораздо легче и дешевле, чем физически. Поэтому почти все. Мы немножко цифровые хордеры. Будь это килотонные фотографии котиков, причем чужих иногда даже. И никому не нужны видео с концертов. Двухгигабайтная папка с мемчиками. Или с твоей домашней работой. Тысячи имейлов. Или скаченные на когда-нибудь потом какие-то старые фильмы и книжечки. Какие книжечки? Еще больше фильмов и музычки. Специалисты говорят, что это может вызвать тревожность и стресс. Ведь ты постоянно ощущаешь, что когда-то весь этот бардак придется разбирать. И хороший вопрос, зачем? Существует целый курс и телешоу по расхламлению жизни. Типа «Освободись от вещей» или там «Ура минимализму». Также с цифровым хламом. Зачем копить данные, которые ты все равно никогда не посмотришь и не прочитаешь? Дата-хордеры отличаются тем, что они превратили свой нервоз в хобби. А часто даже в активизм на благо человечества. Коллекционер никогда не сыграет на всех своих гитарках. А библиотекарь не прочтет всех книг. Но это их не парит. Так же и эти. Расслабились и получают удовольствие. Какое-то странное, но все-таки. Но зачем сохранять все подряд? Какой смысл сохранять всякий трэш в цифровой мусор? Ладно, даже старые и забытые всеми мультики и сериалы. Но кому нужны записи твич-трима в соцсетях или переписок на форумах? Ответ в том, что цифровой хлам может стать полезным лет через 50. Есть такое понятие эфемера. Всякие произведения, которые никто не планирует хранить, которые выбрасываются. Раньше это были листовки, газеты, рекламы, записки. Сейчас это могут быть переписки, форумы, комментики, мемы и да, стримы. Еще один интересный момент, что даже у современных археологов одним из самых интересных источников информации является всякий трэшак. Типа новгородской смс-ки брату на бересте, список покупок из Древнего Рима, похабные рисуночки на греческих чайниках и судебные протоколы из средневековой ментовки. Да и даже буквально мусор, то, что люди выкидывали на помойку, все это дает в разы больше релевантной информации о жизни людей, чем обычные летописи, состоящие из воскаления царей и военных побед, обычно очень сильно преувеличенные, ну и черного пиара там, врагов. Нашу эфемеру, которую мы с тобой здесь создаем, интернет-хлам, этот весь уже будет анализировать искусственный интеллект и наверняка сможет точно восстановить по ней нашу жизнь, наши достижения и наши ошибки. Вот подписаться на нас здесь и в Телеграме точно не будет ошибкой, потому что контент у нас и тут и здесь, и там разный. И там тоже будут какие-то обновления. Ну и так вы будете узнавать сразу не от Ютуба, а из Телеграма, это удобнее, я считаю. Ну аж в выпуске шоу о создании нового цифрового мусора. Спасибо, что досмотрели, аж до сюда пишем в комментарии, нужны ли нам длинные выпуски, или мы будем резать и перейдем в итоге вообще в шортсы и будем там молодиться. До следующей недели, давайте до следующей недели проджимем так, чтобы у кого-нибудь в будущем появилось желание воссоздать нас как нейросетку или чат-ботика. Ну или что-нибудь на тему правила 34, например. Спасибо. 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 Спасибо.